Девочки, доброе утро! У нас вчера был дождик, но вы видели в ролике сегодня передавали опять плюс 15 градусов. На улице очень тепло, ну просто единственная дорога мокрая. Очень тепло, солнышко еще не выглянуло. В 8 утра, ну расцвело, но птички щебечут. У меня такое прекрасное настроение. Мы сейчас со Светланкой по делам съездим с утра в налоговую, а потом будем дальше снимать ролики, и все остальное. Девчули, мы опять на своей любимой дологовой. Все сделали. Сильный ветер на улице поднялся. Ну и здесь такой район, тут сквознячок, потому что по краям там поля вдалеке, это такой новый район. А тут вот видите, дорога большая, широкая. А сейчас мы приедем, и там не будет такого сквозняка, ветра сильно. Девочки, мы на почте в очередь стоим. Да, пока дочку на английский сбегала, дала Кристи, вон в очереди стоим. Всем привет! было прохладнее намного. Ну, уже были, мы знаем по прогнозу погоды, что будет плюс 15. Ну вот сейчас плюс 15, но очень ветрыно. Мы сейчас ребёнка отправили на английский. Сходили на почту. Да. У нас есть небольшое время, чтобы мы ответили на несколько вопросиков. Да, у нас 20 минут, потом с английского в школу. А потом мы бежим домой дальше заниматься работой, и как раз у нас здесь не вообще переливчик ответить. Тут такие соловьи поют. Да, но это не настоящий. Да, свистульки падают. Инночка пишет. Добрый вечер, сестрёнки. Посоветуйте, пожалуйста, как пить в весеннее, летнее время горячую воду. Работы много. Бегаю, ставлю чайник. Муж говорит, чтобы с собой чайник на огород брала. Как быть, не знаю. Как вы пьёте? Спасибо вам за совет с горячей водой. Отлично. Заранее благодарна вам. Молодец. Ну, Наташа тут написала термос, помощь, ну, чтобы тёплая вода была. Ну, да. Ну, смотрите, мы сейчас взяли с собой просто воду купили в том магазине. Ну, можно пить-то любую воду, конечно, но желательно такую, почти горячую. Я горячую только утром пью. А то весь день холодно. Она считается, что на больше всего клетками усваивается организма, а остальное всё идёт только нагрузка на почки. Ну, это опять куча разных мнений. Пойдём ближе к зданию, потому что тут сквозняк. Это опять санаторий. А здесь раньше где-то было классное ресторанчик. Сейчас он почему-то закрыл. И что теперь здесь? Не знаю. Я не хожу по кафе. Прогреться воду. Это очень главное, очень важное. Посмотрите, помните про мочевую кислоту? Мне там куча девочек, конечно, написали. Чтобы она сильно не образовывалась, её нужно всегда пить чистую воду. Это 2 литра воды надо пить минимум, помимо чая и кофе. Кофе вообще желательно одну кружечку только пить за день. И вот это вот, знаете, когда нам давали советы, ну, не советы, помните, что надо налегать на белок, белок и эти овощи с фруктами только есть. Потом вот это у меня образовалась федля, и на габу заболела. Оказывается, один белок плохо усваивается организмом. Бывает много побочистых эффектов, и вот это больше вырабатывается мочевую кислоту из-за белка. Поэтому нужно всё есть в комплексе. Белковые диеты не должны больше трёх дней быть, и вообще белковые, вот эти вот перед соревнованием, вот эти, как их, спортсмены, они тоже, они говорят, это мы сами под свою собственную ответственность берём, потому что белковые диеты это очень серьёзная тема, отдельно серьёзная тема. Всё должно быть гармонично, белки за и углеводы. И белков не должно быть сильно много, наоборот, за день. Ну, хорошо, девочки, это тема для обсуждения очень хорошая, сейчас мне многие против напишут этого, что должны быть больше белков, убрать углеводы, прямо мы знаем, прямо вангую, что это напишут. Вангую, предсказываю, да. Ну, сейчас можно говорить вангую, да. Вот, ну, тут и езжу, понятно, что все это напишут, просто много у всех своего мнения, ну, мы, очень нам приятно, что вы пишете, и что мы между собой дискуссию такое проводим. И вот то, что, да, Антонин Антошкин пишет, можно через 20-30 минут делать поглоточку, будет вам счастье. Многие пишут, столько крат, не пишут, а вообще говорят, что надо мелкими глотками делать, пить эту воду. следующий вопросик. А, это вопросик. Вот Антонин Антошкин пишет, привет, девчонки, у нас метель, снова столько снега выпало весной и не пахнет. Ну, в основном по всей России это еще очень холодно. Да. Вот у нас вот, видите, какой-то такой холодный вырез, а так тепло. Хорошо. Возле моря там вообще, может, чуть-чуть так и глянемся. Незавить-ка. На завтрак я буду есть мацони 4-процентные 300 грамм и яблоко со Светланой. Между завтраком и обедом мы будем перекусывать по хурме. В обед я ем отварную гречку, также отварную печень курину, одно яйцо тушеное, огурец, а на десерт мандарин. На ужин я буду есть болгарский перец красный и запечённый в духовке бедро. Светлана Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавляет сообщение Добавляет сообщение Оно поднимается вверх Например, они говорят Я еще седьмого написала А так, например, вы сейчас написали Еще дополнительное сообщение Оно опять поднялось вверх А я людям по порядку снизу отвечаю Понимаете, почему оно так происходит? Но я потихоньку всем отвечу Кто еще захочет Кто продолжает Хотеть этот же заказ То я все равно вам отвечу Вы не переживайте, девочки Так, тут такой вопрос Леся пишет Вопрос Был ли зажор? Ответ Взвешивание покажет Это так Анекдот из реалий нашей жизни Пересматрив ваши ролики И ролики некоторых странищев Очень много стимулирующих действий Материалов нахожу Как ни странно Тарелочки меня только могут Выбить из колеи Ну вот Свети тоже Я не могу тарелочки смотреть Если особенно пересмотр В вечернее время Нашла у вас По бизнесу кухни Да Нашла у вас ролик Годичной давности С планами Растяжки Довести до такой степени Чтобы садиться на шпагат Но мы уже отвечали На такой вопрос У нас не удалось Как ваши успехи В этом плане? Все печально Как занятие танцами Пересматривала ролики Годичной давности И вы смотрели Все же тогда здорово Вы очень пластичные Сестрически-музыкальные Ваши ролики С физическими упражнениями Пересматриваю с удовольствием Все мира добра Победы над собой Ну Добрые разные пожелания Всем папушечкам На шпагат Я поняла Что это уже не мое Сколько мы делали растяжечку У меня потом Очень Ну всяко судорога Тянет ногу Я лучше просто Такую ходьбу Какой-то спорт На беговой дорожке Даже такой Даже бег трусцой Но вот именно Когда растяжку На ногах Что-то делать У меня потом Вот реально Хватает долго Судорога еще У меня растяжка Уже не получается Девочки Не те годы Не те годы Вы понимаете Когда я начала Заниматься спортом Ну вот это вот Мы худели Я подумала Что я опять Начинаю заниматься спортом Тогда с папой В 20-летнем возрасте Когда у меня получалось Бегать При весе 100 килограммов По 5 километров Заниматься боксом Там полубоксом И отжиматься С этим весом И пресс качать Как из фильма Керминатор Как Сара Коннор А оказалось Что через 20 лет Уже другой эффект Совсем А у меня от папы Это Рокки Бульбоа Я Рокки Бульбоа Он нас боксер И подсаживал На всякие фильмы Такие Соба Волка Я помню Мы смотрели в детстве Ван Дамма Вышли на Ван Дамме Что-то у нас Какое-то В начале В 10-12 лет Подключилось Какое-то кабельное Случайное телевидение Ночное Помнишь И там И там были ночью Вот эти новые Все боевики И мы с папой Дожидались ночи Чтоб эти боевики Посмотреть Ну это особенно Летние каникулы И подряд Там 2-3 Фильма таких было Ой котик Какой-то рыжий Идет Кот толстый Такой к нам Идет Ну тогда все эти фильмы Смотрели Терминатор Посиди Мне он нравится Когда Это с Патриком Свэйси Все фильмы Которые Там Интоклируются Это большой Очень труд Это такое терпение И постоянно Каждый день Надо там К нему Сильнее-сильнее Тянуться Эту растяжку Медитация Это не для такого Ни одного человека Как я Тебе бокс Больше подходит Сто процентов Тюм-йога Котик Розенький Какой пришел Красивый Как мой лисик Такой у меня лисик Пушистый А он Просто Такой Плюсовый Сел Отдыхает Нет Он наверное Есть просто Так Пошли Сейчас опоздаем Тебе же тоже вопрос задавали Что со твоим спагатом С моим спагатом Ну Нет Я хочу дальше Опять растяжку делать Потому что Я знаю Что Вся Наше Кровообращение Вот это Мышцы Нужно обязательно В конце Всех зарядок Делать Растяжку Ну вы видели Какая у меня растяжка После любой зарядки Ну не надо На спагатом Сидеть Еще что-то Просто Как ты можешь До скольки Можешь Делать До скольки Я делаю растяжку Я очень люблю Я растяжку Знаю Пустые Постоянно Заниматься Вот тут Проблемка Да Ну Я растягиваюсь Как могу Мне там Как-то Одна девочка Написала Кристина Ты могла И не наклоняться Когда ты растяжку Делала Ну это Когда я Помнишь Одна ходила Заниматься А Ну ты там Вообще молодец Ну я в конце Такую растяжку Плохую сделала Что я чуть-чуть Наклонилась И у меня уже Ноги в коленках Согнулись Согнулись Согнулись